Мы действительно находимся на улице, где несколько недель назад случилась ситуация, которая облетела все средства массовой информации. На Фонсанской дороге 15 начали демонтировать плитку, уложенную человеком за свой счет. Но на самом деле нужно было в ней немного разобраться. Когда происходил демонтаж, приехало очень много сотрудников различных средств массовой информации, общественников, соседей, и выглядело это так, что город против благоустройства любым предпринимателям или благодетелям территории, на которой находится тот или иной бизнес. На самом деле, как же все было? Мы встретились с хозяином помещения, и когда начали обговаривать сложившуюся ситуацию, почему департамент по благоустройству, почему департамент городского хозяйства и Приморская районная администрация приходили на объект, давали предписание, а потом дали свое распоряжение на демонтаж, а собственник помещения об этом вообще не знал. Ситуация была следующая, что человек, который давал техническое задание своему прорабу, прораб ему докладывал, что все полностью согласовано, и весь тот проект благоустройства, который мы сегодня видим, и процесс благоустройства полностью согласован с городскими властями. На самом-то деле, не были даже поданы эти документы для согласования в Приморской районной администрации и в департаменте благоустройства нашего города. Когда мы обменялись этой информацией собственникам помещения, абсолютно любые, скажем так, конфликтные вопросы сами собой нейтрализовались. На сегодняшний момент какая у нас была ситуация? В первую очередь, конечно, мы только за и мы приветствуем таких людей, которые сегодня благоустраивают наш город за, ну скажем так, собственный счет и за свой внутренний, скажем так, посыл. Город абсолютно полностью помогает таким предпринимателям. Сегодня мы уже видим, что процесс восстановления благоустройства начат. Поданы все разрешительные документы и проект благоустройства в наши структуры. Договорились мы, что таких конфликтных ситуаций может быть тысяча. Самое главное иметь, ну скажем так, холодный ум и разобраться в этой ситуации. Для одесситов и для соседей я могу сказать, что все будет благоустроено и будет красиво, но не отдельно взятый кусочек, как решил прораб, потому что изначально была абсолютно другая договоренность. На сегодняшний момент достигнута следующая договоренность. Полностью вся пешеходная часть, где мы видим изъяны асфальтного покрытия, будут благоустроены. Мы рассчитываем, что это будет сделано в течение трех недель, и одесситы смогут пройтись по еще одному обновленному кварталу в нашем городе. Сегодня это вот так выглядят добрые посылы, когда полностью согласованы все документы, и сегодня город полностью помогает со своей стороны в кратчайший период согласовать все документы и дать возможность благоустраивать наш любимый Приморский район. Мы планировали, мне как бы прораб пообещал, что документы уже все готовы, так как я на той неделе находился еще на больничной, и мне не было возможности ознакомиться полностью с ним, с этими документами, которые были типа поданы. А по окончанию оказалось, что он их забыл, не додал, не донес, поэтому ситуация, слава богу, что на сегодняшний день мы нашли взаимопонимание, и мы только живя в этом городе, мы должны находить понимание, тем более если мы делаем благоустройство, и райадминистрация, и мэрия как бы идет навстречу таким людям, которые хотят облагоустроить и преобразить наш город. Мы нашли общий язык, тем более мы друг друга видим, как это должно быть, и уже процесс пошел, документы уже подались, ребята уже начали восстанавливать данную плитку, поэтому вопрос исчерпан, мне очень жалко, что так получилось, что средства массовой информации распространили эту информацию, и с этого момента пошел такой непонятный ажиотаж, где начали раздувать данную проблему, поэтому проблема исчерпана, я как раз себя уже лучше чувствую, уже с понедельника подались и получили уже положительные результаты, но мы постараемся сегодня, максимум завтра с утра закончить, чтобы жители ходили по хорошей дороге. Мы думали, что тут уже мы смотрели с Маратом Валентиновичем, что тут есть кусты, мусор и все остальное, хотелось бы уже к весне их чуть-чуть привести в порядок, землю чуть привести, пару розочек посадить, поэтому это мы делаем для себя, поэтому будет красиво и будем радоваться. Администрация пошла на встречу, и мы только за, чтобы было красиво в нашем городе.